ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Большинство из нас находится дома, нет возможности ходить на живые тренировки, и как быть здесь, с чего начать, и самое главное, как себя мотивировать. Потому что, например, лично я на своем опыте поняла, что я не выдерживаю всю онлайн-тренировку, я начинаю отвлекаться, и в конечном итоге я не доделаю ее до конца. Вот, Артем, что здесь можешь порекомендовать и с чего начать? Ну, первый момент, да, нужно понимать, то есть очень важен здесь вообще режим дня, потому что, когда мы находимся дома, режим дня наш привычный, он полностью расплылся, и здесь нужно, конечно, планировать тренировку в конкретное время, без этого никуда. Значит, необходимо подготовиться к тренировке. Первое, это личное пространство, тоже оно очень важно. И второй момент, тоже, который связан к организационным вопросам, это вот отвлекающие факторы. Что конкретно отвлекает от тренировки? Часто у нас бывает так, что человек, например, делает работу какую-то, да, ну там онлайн-вариант, и получается, что просто даже процесс забывания идет, то есть он не запланировал тренировку, потом резко вспоминает, что нужно онлайн-тренироваться, и начинает бежать, у него мозг не отключается, не идет переключение информации даже. Кстати, да, да, есть такое. Да, и в этом большая проблема, то есть прямо берете в ежедневнике, если есть возможность, прямо прописываете, вот сегодня с 17 до 18 тренируюсь, это первый момент. Второе, что касаемо вот организации, да, то есть организации рабочего места, здесь нужно по минимуму, чтобы вот были источники отвлечения, то есть получается, что если вы занимаетесь, то желательно телефон также выключить, как это желательно делать в тренажерном зале, либо где-то еще, да, то есть желательно можно, кстати, онлайн-тренировка, если пишет тренер онлайн на группу, то можно включить себе какую-то, например, музыку, которая будет стимулировать двигательные активности, потому что стимуляция музыка, музыкальная именно, она будет еще стимулировать мозг для того, чтобы вы занимались. Дальше, понятие, для чего я тренируюсь, потому что, в принципе, сейчас у нас все сидим дома, двигательная активность на нуле, и отсутствие двигательной активности, оно не может не сказаться на иммунитете, в частности, да, на работе лимфатической системы. Так что двигательная активность, как ни крутите, она нужна. И отсюда получается, что как бы стараться именно вот определенное время выделить, чтобы было меньше раздражителей, и третье, понимать, зачем я тренируюсь. Это три аспекта, это три кита, на которых вообще строится мыслительный процесс. Значит, дальше можно, если у вас больше, например, визуальный, да, контакт, то, конечно, лучше монитор поставить поближе, например, если вы ведете онлайн, если не ведете, а если вы смотрите онлайн тренировку. Но есть люди, которые очень хорошо воспринимают тренировку аудиально, то есть через, соответственно, наушники и так далее. Значит, для таких моментов, да, лучше, чтобы вы хорошо слышали тренера, отсюда получается, чтобы колонки были поближе, да, располагались, чтобы мозг именно концентрировался на данном аспекте. Это вот тоже будет у всех индивидуально, потому что для кого-то важно посмотреть, для кого-то важно послушать, для кого-то и то, и другое, тоже вариант. То есть, ну, как бы вот таким, наверное, образом. Дальше, как подготовить само рабочее место? В первую очередь, не должно быть предметов, которые будут мешать выполнять какие-либо движения. Там эти же отведения из позиции лежа на боку, эти же, например, какие-то движения, связанные там, ну, например, с выпадами, если у вас, да, должно быть обязательно личное пространство. Также очень важно это проветривание помещения за 5-10 минут перед тренировкой, потому что это очень большая ошибка. В душном помещении заниматься не очень хорошо. Мозг теряет концентрацию, когда у вас нарастает состояние гипоксии. То есть, если так хорошо позаниматься ещё интенсивно, да, в очень, так скажем, плохо проветриваемом помещении, то мы получим, что в среднем 40 минут и всё, мозг уже отключается. Так что иногда бывает, что даже с этим связано. Третий момент, это, как ни странно, это соблюдение простого режима дня. Вот это даже про сон. Сейчас сон сбит у многих людей. Да, безусловно. А рекомендовано, опять же, да, то есть, если ты говори, да, рекомендация идёт спать, ложиться до 23 часов. Это связано с гормональными нашими, так называемый, есть термин циркадный ритм. То есть, это у нас гормональный ритм в течение дня. И вот до 23 вы должны поспать, конечно, ложиться спать. Это желательно. Потому что если вы не выспитесь, если вы солнце разорвёте, тренироваться не будет желания ни при каких условиях. Так что это тоже. Вы просто будете терять концентрацию. А онлайн-тренировка, она требует больше концентрации. Потому что нужно больше фокусировать внимание. Так что такое тоже имеет огромную роль. В том числе играет огромную роль, как вы отдыхаете вообще в течение всего дня. То есть, вот я тоже, когда мы тут писали вариант на камеру, да, то есть, я говорил о том, что необходимо делать перерывы, там, разминания, каждые 45-55 минут нагрузки, когда вы сидите за компьютером. Потому что люди думают, что когда я сижу за компьютером, опорно-двигательный аппарат не нагружается, мозг не нагружается. Нагружается ещё и как. И отсюда для того, чтобы у вас вы уже, как сказать-то, уже не в состоянии таком полукоматозном приходили к тренировке, потому что в таком состоянии тренироваться невозможно. Ещё раз подчеркну. Да, это я на себе проверила, если честно. Да, и в течение дня вы делаете перерывы определённые. Потому что, как бы, нужно понимать, что тут ограничителем являетесь вы сами. И если вы в течение дня будете делать перерывы, даже небольшие, минуты на три, на четыре, то к концу дня, если у вас тренировка онлайн вечером, то у вас останутся силы. Потому что, когда вы сидите, это тоже статическая нагрузка. И мышцы тоже устают. Просто немножко в другом диапазоне работа. И отсюда ещё, если потом на тренировку идти, то понятно, что это не очень... Вообще желания нет. Вот так будем говорить. То есть, и отсюда получаются банальные вещи. То есть, для того, чтобы появилось желание тренироваться, нужны энергетические ресурсы организма. А энергетика, она строится из нескольких аспектов. Но самое важное, как ни страны, я ещё раз подчеркну, самое важное – это всё-таки сон. Потому что, ну вот, со сколькими тут людьми тоже не пообщались, все говорят, что у всех сбился сон. Потому что вроде как бы спать нам не нужно и так далее. Но в таком состоянии тренироваться невозможно. Тем более, когда нужна высокая концентрация на онлайн-тренировке, для того, чтобы вы как бы фокусировались долго на том, что говорит тренер. Потому что идёт совсем другой аспект. Всё-таки через монитор, да, либо через телефон визуальный контакт установить сложнее. Для мозга это больше нагрузка. И отсюда, если сон не соблюдён, вы просто будете тренера не слышать. Тогда сразу такой тактический вопрос. Допустим, да, сбит сон. И всё-таки, например, вчера я, воспользовавшись вашими рекомендациями, легла спать до 23 часов. И получается, сегодня я проснулась. Могу ли я прямо сегодня начинать первую тренировку? Желательно к вечеру. К вечеру, да. Чтобы закончился весь цикл. Или перенести на следующий день. Вообще, на самом деле, да. То есть как бы как минимум. Потому что, на самом деле, тут история такая, что если вы систематически нарушаете сон, то для восстановления этого будет как минимум 7-12. А иногда и по месяцу люди восстанавливают. То есть тут надо вот смотреть. Если нет желания тренироваться, нужно понимать, почему это желание отсутствует. И на самом деле желание приходит во время работы. То есть когда вы начинаете тренироваться, приступаете. Если у вас желание в конце тренировки не появилось, то тут надо думать что-то над режимом дня. То есть мозг, он далеко не дурак, он отлично всё понимает. И отсюда получается, что если у вас режим дня сбит, то, как бы, конечно, нужно его восстановить. Часто бывает проблема, что, например, у нас такое понятие есть рем-сон. То есть это глубокий сон, так называемый. Быстрые и глубокие сны. Это тоже очень важно. Почему? Потому что если вы сидите с гаджетами, я сейчас работаю все до последнего, там документы, да, вот так далее, источники синего цвета перераздражают определённые центры мозговые, и активный сон, он уходит на второй план. И получается, что вы вроде бы поспали, вроде бы не поспали. Вы вроде дома, а вроде уставшие. Да? И получается вот такой момент очень-очень негативный. То есть исключать все гаджеты за два часа. Рекомендуется, да, за два часа, рекомендуется исключать. Это как ни странно, да, вроде сон, я говорю вот по тренировочным процессам, чтобы просто был резерв нервной системы. Потому что, ну, на этом строится всё. У профессиональных спортсменов перетренированность наступает как раз, один из этапов – это нарушение сна. То есть я спрашиваю, говорю, у тебя у вас как со сном? Да вообще не сплю. То есть или просыпаюсь в середине ночи и хожу, начинаю по комнате ходить. Это говорит, что сон уже нарушен. Человек находится в состоянии перетренированности, например, да. И это не связано, например, может быть, даже с прямой физической нагрузкой. А вот так вот косвенно мы сами себя можем выстёгивать. Хорошо. Ещё тогда вопросы связаны со сном, как ни странно, да. Если не хочется засыпать до 23 часов, как? Ну, в первую очередь, да, то есть есть моменты, связанные с тем, почему не хочется. Понятно, у нас есть у всех разные вопросы. На самом деле себя заставлять спать, мозг начинает на самом деле это менять. То есть вот это вот желание поспать, если вы научитесь определённым вещам простым. Вот 2,5 часа я откладываю телефон, откладываю телевизор, начинаю потихоньку убирать освещение, да, и стараюсь поменьше думать о рабочих вопросах. Вот самая проблема большая, да, у многих людей, что реально раньше был критерием, это что, я пришёл на работу, думаю о работе. Ушёл с работы, всё, не думаю, а сейчас ходить-то мы на карантине, и получается, что история какая. Постоянно человек думает, он не отключается. И вот здесь вот, вот поэтому опять берёте ежедневник и просто прочёркиваете. То есть вот я работаю с 9, там до 17.00. 18.00 час у меня перерыва, 18.00 у меня тренировка. А не то, что делать всё в попыхах и бежать как куда попало. Это некогда, вы так не получите, даже смысла тренироваться-то на самом деле в таких условиях нет. Так что вот, и когда вы научитесь регулировать это, система начнёт потихоньку меняться. Не надо думать, что вот я сегодня отложил, всё, у меня сон пойдёт. Ну да нет, на самом деле. Очень медленно. То есть в течение двух недель, вот если ввести в привычку вот это, в течение двух недель идёт адаптация. То есть, понимаете, история такая. Вот и поэтому сначала мы как бы адаптируемся, да. То есть, а потом уже это просто привычка идёт, просто потому что сформировались определённые связи, нейронные связи в голове. И мы начинаем спокойно уже принимать, как бы уже даже спокойно по распорядку. То же самое. То есть я также вот, например, когда у меня была смена двигательной активности здесь, в связи с карантином, то же самое прописал. И всё, спустя 2-3 дня я уже тренировался спокойно дома. Вот и всё. Ну это вот навык, который нужно развить. Ну то есть польза расписания и распорядка дня всё-таки она огромная. В данном случае да. Вот в данном случае да. Потому что сейчас мы сидим, а соответственно регуляции, ну у нас работодатель, он не может нас отрегулировать. И в принципе раньше у нас привычка, все пошли на обед, а у меня как бы сейчас непонятно, когда обед. То есть здесь нужно это сделать, конечно. Вот это поможет втянуться и появится желание, и соответственно, да, и сон будет изменяться, и желание тренироваться. Второй момент связан, например, с потреблениями экстрактивных веществ, да, так называемых экстрактов, которые очень хорошо стимулируют мозговую активность. Например, этого же кофеина, например, этого же шоколада, да. Что-то вот такое, достаточно экстрактивное во вторую половину дня, в частности, за, там, например, час-два перед тренировкой. Ой, перед тренировкой, перед сном. Вот. И получается, что у вас мозг, он будет стимулироваться, и у вас сон будет отодвигаться. Третий момент, то есть как бы, ну можно посоветовать, например, психологический приём, когда, да, то есть когда вы ложитесь, закрываете и представляете место покоя. Тоже очень эффективно работает. То есть где я нахожусь в спокойствии, вы просто представляете и начинаете продумывать, как это место покоя выглядит. Ну, своеобразные медитации. Да, ну это аутотренинг, медитация, ну просто в этом состоянии, вот тоже был момент, то, что вот, когда говорю про сон, люди пытаются усилием воли заставить себя спать. Это сделать невозможно. Это разные уровни организации центральной нервной системы. Когда вы ложитесь, соответственно, да, то есть вы представляете место покоя, и начинаете где мне спокойнее продумывать его в деталях, то в этот момент альфа-ритм меняется на бета-ритм, да, система начинает успокаиваться. И так потихоньку-потихоньку. Это если связано с перевозбуждением. А так как сейчас новостей много всевозможных разных и фейковых, и нефейковых, то, в принципе, такой приём можно использовать, состояние будет стабилизироваться. День попробуйте, два попробуйте, на третий уже, на четвёртый, а сейчас я просто даже, если очень долго переговорил вечером, вот, да, когда онлайн там ведёшь консультацию, переговорил, потом начинаешь место покоя представлять, и ты уже раз, уже утро. То есть мозговая активность, уже мозг настолько натренировался, что это как сигнал. То есть уже как бы выработан. Рефлекс такой. Да, ну, по сути говоря, да. То есть по сути говоря, да, на каком-то определённом уровне это можно говорить, что это рефлекс. Но тоже не надо требовать себя много, да, то есть как бы потихоньку, помаленьку за две недели перестроитесь. То же самое, например, что можно, чтобы полегче было, например, да, просто представлять перед сном, что вы просто прогулялись, например. Как ни странно, тоже на определённом этапе работает. Конечно, не заменит естественную прогулку, но немножко мозговая активность начнёт меняться. То есть это тоже полезно бывает. Удивительно, как много мы сегодня говорим о сне, да. Хотя вроде бы, да. Хотя программа посвящена тренировкам дома. А вот перейдя к тренировкам, стоит ли как-то начинать с какого-то ограниченного количества времени, да, то есть 15 минут первая тренировка или как? А вот тут должно быть по внутренним ощущениям. То есть если вам эффективно, ну, вы чувствуете, что вам желательно, да, то есть как бы вот потренироваться 5-10 минут, и вам этого хватит, делайте хотя бы так. Потом, соответственно, будет прибавка, да, там 15 минут. Потом организм сам. Каждый день. А зависит опять, если в виде зарядки, там, например, суставной, растяжек, то можно делать каждый день. Если силовая тренировка, то там сохраняется обычный режим 3 раза в неделю. То есть как бы тут опять от варианта, какое направление тренировочного процесса вы избрали. Потому что это важно. Обязательно рекомендую, например, перед началом тренировки вообще заниматься стимуляцией стопы. То есть вы берёте просто шарик, берёте просто там, ну, например, если гантель есть, и просто массажируете свод стопы. Почему это так важно? Потому что на стопе, как бы, стопа – это вообще очень важный орган, он является одним из важных стабилизационных элементов опорно-двигательного аппарата. И когда вы стимулируете свод стопы, вы стимулируете не только, соответственно, да, то есть как бы саму стабилизацию, вы стимулируете работу мозга. Для того, чтобы мозговая активность, да, самый длинный путь, на самом деле, до мышц, это до стопы, до большого пальца, это самый далёкий путь из мозга. И когда вы стимулируете, идёт искусственная стимуляция мозговых структур. И у вас автоматом начнёт появляться желание какой-то дальше двигательной активности. Те же самые упражнения можно посмотреть, да, вот, на нейромоторику какую-то перед занятием. Можно их сделать, да, это вот так же кончик носа, да, козелок уха. И меняете местами то, что я уже, по-моему, показывал. Да, да, да. То есть это тоже будет стимулировать мозговую активность, вам поможет немножко переключиться перед тренировкой. Стойка на одной ноге с закрытыми глазами, например, тоже поможет вам немножко встряхнуться, простимулировать, либо на двух ногах, да, вот это вот, то есть стимуляция. Но тут надо учитывать, что, как бы, тут возрастной критерий он тоже должен быть. То есть в преклонном возрасте я не рекомендую такие упражнения делать, а в молодом, пожалуйста, чтобы стимуляция мозговой активности была. Вот. И даже элементарно то, что вы будете просто подвигатьесь по комнате перед занятием, просто подвигаться по комнате, походить, да, постимулировать какие-то мозговые центры, да, то есть просто даже подвигаться, посмотреть в окно, уже будет переключение мозга, вам нужно как бы встряхнуться и переключиться на тренировку. Если вы не отключитесь от работы и будете тренироваться, у вас фокус не получится. Еще раз подчеркну, что онлайн-тренировка требует большего внимания. Если вас не получится переключиться, эффекта не будет, то есть как бы тут момент. Но это очень, в чем еще полезность вот этих всех онлайн-вариантов? Это режим саморегуляции. То есть если вы научились тренироваться онлайн дома, то у вас не будет проблем в будущем вообще. То есть как бы вот расценивать это как очередной навык. Инвестиции в себя, да? Ну, по сути, да. То есть если мы научились концентрироваться и, в общем, эффективно тренироваться онлайн, то это значит что? То это значит, что вам и проще будет самой вообще, в принципе, ну, всякое может быть. Поедете в командировку куда-то, да, потом в будущем. И нужно будет позаниматься. То есть у меня уже вариант того, что я просто смогу в гостинице даже вечером поделать какие-то упражнения, чтобы мне не прерывать, например, да, свою двигательную активность на какие-либо конференции в другом городе. Даже так, например. Либо просто, ну, нет вариантов сходить, да, куда-то в тренажерный зал позаниматься. Я могу дома, например. То есть эта вот саморегуляция, она позволяет нам так самоорганизации. Будет более независимыми, да? Да, более независимыми, потому что двигательная активность – это не то, что, да, вот я как говорил, это не три раза в неделю. Это на самом деле нужно соблюдать каждый день. И тогда будет эффект какой-то реальный, ну, буквально. Плюсом я еще рекомендую себе не давать установку, что вы должны тренироваться. Потому что она должен, есть психологический прием, желание – нет. Сразу 50% желания отпадает. А как тогда себя расстраивать? Я хочу тренироваться? Выбираю. Выбираю. Выбирать нужно. Почему? Потому что если вы как бы должны, вы, значит, кому-то должны. И отсюда тренеру я должен тренироваться. Но это не очень эффективно, и желания не будет. А вот выбрать. И второй вопрос – а зачем выбирать? Потому что без движения организм, да, он начинает просто деградаться. Если не хотите деградировать, выбирайте тренироваться. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы закончим программу. Спасибо, Артем, советы были ценные. И действительно, я сейчас слушаю это все, и вспоминаю свой опыт сейчас каких-то неудачных попыток онлайн тренироваться. Да, я понимаю, что это все важно. Я буду внедрять, расскажу о своем опыте в соцсетях. Спасибо большое. А у нас в студии был Артем Старцев, специалист по лечебной физкультуре и кинезиологии. Спасибо, Артем. Всего доброго. До свидания. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь.